В эфире программа новости в студии Иван Никонов. Здравствуйте, я и мои коллеги познакомим вас с главными событиями этого дня. Вопрос благоустройства детского сада в поселке Красное взят на особый контроль аппарата администрации Ненинского округа по поручению главы региона, который раскритиковал качество подрядных работ. Наша съемочная группа разбиралась в проблеме. Более 200 жителей округа в течение недели прошли бесплатный профилактический осмотр головы и шеи в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Каких показателей достигли специалисты? Учащиеся физико-математического класса первой городской школы уже три года работают над проектом экологичной беспроводной передачи энергии. Вместе они собрали генератор Ван-де-Графа. Более подробно об этом и других событиях дня в ближайшие 20 минут. Сегодня полярнику и депутату Госдумы Артуру Челенгарову исполнилось 80 лет. В преддверии этой даты правительство России объявило государственному деятелю благодарность. На протяжении многих лет Артур Челенгаров работал на территории Ненинского округа, а позднее представлял интерес региона в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. В регионе также проводятся гонки на снегоходах на Кубок Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации Артура Челенгарова «Буран-Дей». Губернатор Ненинского округа Александр Цибульский и спикер окружного парламента Александр Лутовинов направили в адрес знаменитого полярника поздравления со словами благодарности за вклад в развитие русской Арктики. В день юбилея Артура Николаевича в пае Краеведческого музея открылась новая выставка «Ученый, политик, земляк», рассказывающая о герое СССР и герое России Челенгарове. В витринах представлены фотографии и личные предметы, переданные в музей юбилярам, а также материалы, поступившие из музея Арктики и Антарктики города Санкт-Петербурга. В детском саду поселка Красное подходит к завершению работы по благоустройству территории. Согласно проведенному открытому аукциону, победителем которого был признан индивидуальный предприниматель, стоимость муниципального контракта составила порядка 4 миллионов рублей. Большая часть работ уже выполнена. Подробнее в материале Александры Литковой. Безопасное покрытие, новые веранды, детская и спортивная площадки. Благоустраивать территорию возле детского сада в Красном начали в августе, после подписания контракта. Самое главное, что нужно было сделать, как считает заведующее учреждение Галина Храпова, это засыпать участок песком. Для этого потребовалось 85 машин. На данный момент выполняются у нас работы дополнительные. Это бетонные дорожки, которые, так как засыпали песком, много же песка, бетонные дорожки старые ушли вниз все. И поэтому сверху новые бетонные дорожки заливали. Согласно смете, составленной еще в январе стоимость работ составляла порядка 15 миллионов рублей. Затем в мае профильный департамент дал команду существенно урезать сумму. В итоге было выделено 3 миллиона 700 тысяч рублей. В рамках рабочей поездки в Красное губернатор Ниньского округа оценил качество выполняемых работ и остался недоволен. На плитку-то не хватило, зачем бетонные это сделали? Так, плитку надо было выложить. Это же некрасиво. У нас же 15 миллионов проект был. Ну такой бы упал. На сколько упал? Нам выделили 5 миллионов, а упал до 3 миллионов. Почему 5 выделили? Не выделили все денежки нам. Только на 5 миллионов. Денег не хватило не только на плитку, но и на освещение. Вопрос финансирования благоустройства территории детского сада был рассмотрен сразу же на рабочей планерке главы региона. Почему мне не сказали о том, что первоначальная смета, которая выделялась на благоустройство садика, которая находится под моим личным, вот этот проект патронажем, по моей личной инициативе запущен, почему она была чьим решением уменьшена в 3 раза? Почему ко мне не пришли и не сказали, что за эту сумму, в 3 раза меньше, чем предполагалось по проекту, невозможно сделать благоустройство детского сада? Александр Цибульский потребовал, чтобы аппарат администрации округа взял этот проект на особый контроль. Что касается безопасного покрытия, его уложили у каждой беседки и на спортивной площадке. Эти плитки, которые вложили в мягкое покрытие, они после усадки где-то сыграли. И подрядчики постоянно ходят, контролируют, смотрят и доделывают. Плитки были поставлены на песчано-цементную смесь, пока утрамбовывали, а затем ставили эти плитки, вложили. Капитальный ремонт в детском саду был завершен в январе этого года. После приемки здания выяснилось, что деревянный козырек над главным входом в детский сад остался недоделанным. Подрядчик, выполнявший реконструкцию двора, сделал и эту работу. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В окружном парламенте состоялся прецессионный комитет, на котором утвердили повестку предстоящей сессии. Она пройдет в четверг, 26 сентября. Прокурор округа Николай Егоров выступит с докладом о состоянии законности и правопорядка на территории региона за 8 месяцев текущего года. Вице-губернатор Татьяна Лагвиненко расскажет о законопроекте, в котором уточняется, что с 1 января 2020 года для применения пониженной ставки налога на прибыль организаций, являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, будет учитываться ввод в эксплуатацию только недвижимого имущества. Хочу сказать, что с 1 января 2019 года в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, в соответствии с которыми из объектов налогоплажения налогом на имущество организации исключено движимое имущество. Целью законопроекта является стимулирование налогоплательщиков на ввод в эксплуатацию основных средств или недвижимого имущества, увеличение налоговой базы по налогу на имущество, зачисляемого в окружной бюджет, и повышение экономической эффективности от установленной налоговой льготы. Ещё два вопроса, которые вынесут на рассмотрение сессии, касаются описания местоположения границ между Ненецким округом и соседними регионами. «Описание границ, есть закрепление границ, есть соответствующие точки, которые к соглашению прикладываются, есть координаты установленные, которые согласованы как одной стороной, так и другой стороной. Эти точки будут зафиксированы, никаких споров в границах нету, и это соглашение будет в том числе с указанными точками закреплено в Росреестре». Также на предстоящей сессии депутаты обсудят поправки в законопроект, в соответствии с которыми работодатели смогут заключать соглашение об организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов в другой организации. Кроме того, будут рассмотрены вопросы о предоставлении компенсации аренды жилья педагогическим работникам СУЗов и компенсации расходов студентам-инвалидам, обучающимся по очной форме обучения на платной основе. Кроме того, депутаты рассмотрят решение администрации округа о реорганизации детских садов «Солнышко» и «Росток» и централизованного стройзаказчика. Прямая трансляция сессии начнется в четверг в 10 часов утра на телеканале «Север». В режиме онлайн заседание можно смотреть на официальном сайте телерадиокомпании. Ирина Никешина, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В Ненецком округе завершилась неделя бесплатного профилактического осмотра диагностики рака головы и шеи в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Проводили осмотр врачей Ненецкой окружной больницы и приглашенный специалист – отоларинголог из города Архангельск. Об итогах диагностики расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Бесплатный осмотр пациентов проходил с 16 по 20 сентября. Всего на прием пришло 205 человек, в том числе пациенты, находящиеся на диспансерном наблюдении у онколога. Проводили диагностику врачи – стоматолог-хирург, онколог и приглашенный специалист из города Архангельск – отоларинголог. Осматривали полость рта, носоглотку, гортань миндалины, ротоглотку, щитовидную железу, лимфоузлы шеи, кожу, уши, заднюю стенку глотки и волосистую часть головы. При этом на дообследование из 205 человек отправили 21. Поймать онкозаболевание на ранней стадии – это самое главное достижение, потому что 90-95% пойманных на первой-второй стадии раковых заболеваний хорошо лечатся на сегодняшний день. И продолжительность жизни после такого лечения составляет 10-15-20 лет и более. Специалисты советуют проводить и самим пациентам профилактические наблюдения для уменьшения риска заболеваний. При появлении следующих симптомов следует незамедлительно обратиться к врачу. Если у вас значительное беспричинное снижение веса, длительное повышение температуры тела, но длительное – это значит месяц и более, обнаружение уплотнений в каких-либо участках тела, уплотнение или увеличение лимфоузлов, какие-то пакеты лимфоузлов, частые кровотечения, износа половых органов, кровь в воспражнениях и кровь в моче. Это может быть таким. Появление, разрастание или изменение цвета родинок и бородавок, головные боли необъяснимого происхождения, ухудшение координации, слуха, снижение зрения беспричинное, плюс двоение в глазах, там еще какие-то симптомы, нарушение статики, нарушение хождения, то есть как бы человека качает в этом плане. Симптомы, не связанные с имеющимися у вас подтвержденным заболеванием. Следует отказаться от курения, уменьшить пребывание на солнце, нормализовать питание, а также проходить диспансеризацию. Необходимо, чтобы население регулярно проходило диспансерное наблюдение. Сейчас у нас введены изменения в прохождении диспансеризации. Лица до 40 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. То есть если наше население будет регулярно проходить эти диспансерные осмотры, у докторов накопится определенный материал, по которому уже можно было делать выводы, угрожаем человеку по развитию каких-либо заболеваний, в том числе онкологических или нет, и это поможет нам выявлять онкологические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые и так далее, на более ранних стадиях, что позволит нам поднять уровень жизни наших граждан, снизить смертность, к чему мы стремимся, реализуя наши восстальные проекты. Проблемы энергосбережения и передачи электрической энергии решали сегодня ученики старших классов в школу номер один с углубленным изучением отдельных предметов. Здесь прошел урок в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче». На занимательном и полезном занятии побывала моя коллега Ольга Руссул. Если искать такой ланку, то по длине электроперезач, то электромагнитное поле заставит ее садиться без подключения. Ученик физико-математического класса Денис Бабиков рассказывает о вреде современного способа передачи электроэнергии. Оказывается, по мнению школьника, ЛЭП дает излучение не меньше радиоактивного. Вместе с товарищем Яном Лукиным он уже три года работает над проблемой экологичной беспроводной передачи энергии. Вместе они собрали генератор Ван де Графа. Он способствует передаче энергии на расстояние. Это тоже один из способов энергопередачи. И это как бы более энергосберегающий способ, потому что там как бы убирается потеря на тепло. Минус такого генератора – его сложно использовать в бытовых целях и высокая степень излучения электромагнитного поля. Но работа над усовершенствованием агрегата продолжается. Электромагнитное поле, образующее в этом круге конденсатора, влияет на газ внутри данной лампы. И мы наблюдаем свечение. Ребята верят, когда-то им удастся разработать экономичный способ подачи электроэнергии, который к тому же не будет наносить вреда экологии планеты. С интересом за партами слушают старших коллег, ученики 10-го класса. Диане Карповой проблемы энергосбережения известны давно. Ученица физмата выключает вовремя свет в квартире, устанавливает энергосберегающие лампочки. Для меня эта тема очень актуальна. Об этом интересно слушать. Они затронули достаточно интересную тему. Я, допустим, не знала то, что линии электропередач наносят такое погодное влияние. И если генератора Ван-де-Графа, который собрали ребята, использовать можно пока только для учебных опытов, то некоторые советы, полученные на уроке, весьма пригодятся в жизни, считает преподаватель физики Светлана Хабарова. Мы сталкиваемся с тем, что ребятки ведь не понимают, как работает, например, светодиодная лампа. Почему сейчас мы вводим в домашних условиях светодиодные лампы и убираем лампочки Ильича? Хотя лампочки Ильича дешевле, казалось бы, и лучше ее приобрести. И, соответственно, ребята сейчас доказывают во время урока, что, допустим, на освещение данного класса потребовалось бы в течение месяца более 100 тысяч по тарифу 5 рублей 40 копеек, которым мы сейчас пользуемся в округе, понадобилось бы заплатить более 100 тысяч рублей за месяц работы обычных лампочек в этом классе. А сейчас у нас здесь стоят светодиодные лампы, и за месяц работы мы платим тысячу с небольшим. Светлана Рудольфовна надеется, кому-то из ее учеников посчастливится решить проблему энергосбережения, ведь свои исследования ребята могут продолжить и в высших учебных заведениях. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Полицейскими Наринмара подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Подросток улица», направленного на активизацию борьбы с преступными и другими антиобщественными проявлениями, предупреждения групповой преступности несовершеннолетних. В ходе проведения мероприятия проверено 12 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, а также 46 мест концентраций несовершеннолетних, в том числе все действующие ночные развлекательные учреждения, где реализуются алкогольные напитки. По итогам оперативно-профилактического мероприятия «Подросток улица» сотрудниками Управления ВД России по Нейскому автономному округу выявлен один несовершеннолетний, находившийся в состоянии опьянения, четверо несовершеннолетних, находившихся в общественных местах без сопровождения близких родственников, а также в отношении двух несовершеннолетних составлены административные протоколы за побои. Температура воздуха на большей части территории Нейнского округа все чаще приближается к отметке 0 градусов. Ночами возможны заморозки. В это время в регионе уже начался отопительный сезон. В окружной столице и в поселке Искатели здания отапливаются централизованно. Жители домов с печным отоплением справляются с холодами самостоятельно. Кроме того, учитывая суровый северный климат, печки и электрообогреватели используются и владельцами гаражей. В связи с этим сотрудники МЧС России по Нейнскому округу напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности. На сегодняшний день на территории региона зарегистрировано 95 случаев пожара. В результате погибли три человека. Двое получили травмы. В семи случаях причиной пожара стали неосторожные обращения с печками или электрообогревателями, а также неисправность приборов. У нас в населенных пунктах очень много жилых домов с печным отоплением. Это бани. Перед началом отопительного сезона обязательно нужно проверить их исправность, почистить дымоходы, отремонтировать печи. Также начало отопительного сезона связано с возрастающей нагрузкой на электросети. То есть люди начинают пользоваться электронагревательными приборами, приборами отопления от электричества. И это тоже может повлиять на пожарную обстановку в нашем округе. Соблюдать осторожность при обращении с печками и электрообогревателями следует и владельцам гаражей. Всегда печи нужно топить под контролем. Нельзя ни в коем случае допускать их перекала. Также при установке печей и приборов отопления нужно выдерживать расстояние от предметов мебели, от стен, от строительных конструкций. И тогда мы себя обезопасим. Соблюдение мер безопасности позволит избежать несчастных случаев. Если же вы стали очевидцем такого происшествия, незамедлительно сообщите о случившемся по телефону единой дежурной диспетчерской службы по номеру 112. Такова была информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды, спонсором которого является компания Ямагучи.